Налоги 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 Я об этом и говорю Дело в том, что сегодня у нас слишком большой разрыв между бедными и богатыми И если мы в 2000 году имели еще разрыв между 10% самых богатых и 10% самых бедных в пределах где-то 13,9 раз То в 2015 году мы видим рост, это уже более чем 15 раз Поэтому, естественно, платить одинаковый процент налога тем, кто зарабатывает миллион, а может быть и более в день И те, кто имеют сегодня наш национальный позор, как я называю, 7800 мрот, минимальный размер оплаты труда Я считаю, что это недопустимо, это некорректно и это с экономической точки зрения совершенно неправильно Никита Иванович, на последнем Гайдаровском форуме был такой заочный диалог между Ольгой Голодец и Дмитрием Не точный, он был очный, оба присутствовали в зале А, Ольга Голодец сказала, что разрабатывается в правительстве концепция перехода на прогрессивную систему налогообложения Медведев, я бы сказал, даже с некоторым раздражением, сказал, что ничего такого не прорабатывается Президент на эту тему неоднократно высказывался Вот что там у них происходит Правая рука не знает, что делает левая И как вам кажется, действительно что-то прорабатывается, но скрывается или нет? Вы знаете, я бы сказал так, что тут, собственно, скрывать-то нечего Действительно, социальный блок это рассматривал и продолжает рассматривать Это у него в повестке дня На уровне всего правительства этот вопрос не обсуждается И здесь, собственно, премьер-министр Медведев, Дмитрий, он не покривил душой Но проблема заключается в другом, на мой взгляд Потому что вот если вы меня спросите, как я отношусь к идее Я как Владимир Васильевич Высоцкий отвечу И не враг, и не друг, а так Потому что здесь огромное количество и счетных проблем И проблем сопряженных И проблем, которые вообще сделали нормальную, прогрессивную, эффективную меру Вот такой, как она сейчас выродилась во что Вот этот общий контекст нашей экономики и наших регулятивных правил Поэтому здесь огромное количество вопросов Где сама по себе проблема Будь то прогрессивный налог или плоская шкала Она, понимаете, она производная от решения массы других И поскольку вот социальный блок не обсуждает на своих заседаниях Вот то, что ему по должности положено решать Это и вызвало, естественно А говорит, что мы там строим какую-то новую шкалу Причем непонятно какую мы строим шкалу Ну сообщите тогда хотя бы какую именно Потому что тогда мы будем задавать вопросы А это почему, а это почему, а это почему Может быть мы еще пройдем спорези Но вот, собственно, раздражение было связано с этим Потому что, хорошо, господа из социального блока Сколько лет можно говорить о повышении адресности социальных пособий У вас 9% государственных расходов идет на соцзащиту А где это? А когда начинает счетная палата считать Ну напрямую, это вот сколько люди целевым образом получают Получается, что, в общем-то, это всего 40 с небольшим миллиардов рублей Второй вопрос Сколько можно лет говорить о так называемых дисконтных картах Или талонах на питание для неимущих и так далее и тому подобное Вот я помню, как пришел этот кризис 2008 года Каждую божью неделю, так сказать, какие-то были инициативы Ну, правда, сегодня 16-й год уже, да? Уж скоро будем юбилей праздновать У нас новый кризис Да, у 17-й уже скоро будет юбилей, так сказать, начало этого самого кризиса Великой рецессии Ребят, где решение? Хоть какое-то решение вопроса Поэтому я думаю, что раздражение премьеры, оно было связано с этим самым Что, помимо, вот абсолютно актуально Потому что, ну, как относиться иначе, когда народ об этом говорит? Надо просто объяснять Ты за или против, почему это сегодня нельзя сделать Или почему это можно сделать завтра Но есть ведь практические вещи От которых вот эта вот дискуссия по поводу прогрессивного налога Или плоской шкалы Уводит в сторону А вот давайте спросим, а что за последние пятилетия, условно говоря, сделал социальный блок правительства? Андрей Алексеевич, ну, Голодец говорила, как один из главных мотивов Что примерно 5 миллионов беднейших жителей будут освобождены от этого налога И таким образом, уж не знаю, каким повысится покупательная способность населения На мой-то взгляд, как раз с этой точки зрения интересна наиболее богатая часть населения Ну, а вы как считаете, чем правительство руководствуется, когда говорит о прогрессивной шкале? Я скажу, чем она руководствуется, не знаю А хотел бы развить мысль, которую здесь Никита Иванович сказал Он сказал очень важную вещь Подоходный налог – это ничто вне общей системы обязательных фискальных сборов Так вот, у нас в Конституции написано, что мы социальное государство Никто не знает, что такое Социальное государство – это государство, в котором минимум 20% ВВП по практике Идет на то, чтобы поддержать те слои населения, которые либо нетрудоспособны Либо работают на рабочих местах, где оплата не является достойной Для того, чтобы справиться с этой проблемой, было придумано прогрессивное налогообложение Но прогрессивное налогообложение не является узкой мерой Оно связано с прогрессивным обложением налога доходов от собственности С прогрессивным обложением наследства и еще многими вещами Все это было прекрасно исполнено Франклином Рузвельтом в начале 30-х годов В целях преодоления депрессии, наполнения государственного федерального бюджета США И бюджета штатов с тем, чтобы удовлетворить безработных И у государства были средства на осуществление инвестиций и возобновление экономического роста Тогда была военная направленность, но это детали 30-х годов Что мы имеем сейчас? Мы имеем не социальное, а антисоциальное государство Доказательство крайне просто Вот все здесь мы сидящие не миллионеры И поэтому наши доходы от труда облагаются по совокупной ставке фискальных платежей А это НДФЛ и социально-страховые взносы в 40% А если среди нас случайно, Никита, я не знаю, не хотел бы обидеть, затесался миллионер И он получает доход от долевого участия в собственности Ну его называют еще дивиденды Хотя это не обязательно, там и проценты по облигациям и прочее А вот то он будет платить с учетом того, что заплатила корпорация Всего лишь 30% Таким образом, если ты получаешь тысячи, отдай 400 рублей государству Если ты получал миллион, а то еще и миллиард, отдай 30% И кроме того, тут важен род деятельности Если ты, грубо говоря, ничего не делаешь, а просто живешь на дивиденды Ты фактически платишь меньше, чем когда ты работаешь Я не хочу сейчас брать вот эти моменты Я хочу сказать следующее Есть Конституция, в которой сказано, что все люди равны перед законом Равенство перед законом в экономической деятельности Выражается в равенстве выплаты налогов и фискальных платежей Почему за труд у нас обложение идет больше, чем за наличие в собственности средств производства Вот мой вопрос Теперь киты, зубры, акулы и прочие твари 90-х годов сейчас постарели Им надо передавать свои праведные, неправедные и, бог знает как, нажитое состояние детям Способы изобретены, но, тем не менее, прямое и простое наследование И что у нас сделали? У нас нет налога на наследство Извините А это вообще, что уж точно Не делали эти дети, типа Мара, Багдасаря Они эти деньги не зарабатывали И когда они хотят их просто так получить, а государство не собирается с них ничего взять То, простите, это выглядит просто возмутительно Это выглядит, кроме всего прочего, просто несовременно Юрий Николаевич, ну а вы как считаете, прогрессивная шкала, ну может вкупе со всем остальным Какой бы она могла дать эффект для федерального бюджета, для региональных? Я просто хотел, да, вопрос по тем, я хотел обратиться к истории И это факт мы не можем отрицать, что в 2002 году, когда было введено 13%, на самом деле там была шкала-то прогрессивная Но, к сожалению, сбор, вот как раз в верхней части, был очень маленький И действительно все получали в конвертах, либо еще каким-то образом И та мера по тем временам Я считаю, что для каждого этапа хороши свои инструменты На том этапе это было интересно и выгодно Хорошо, при сопоставимых ценах сбор налогов при нашей системе превысил на 40% Есть такая статистика Ну то есть такое мнение и такая статистика Это первое Но назрел этап, когда мы должны Время идет, все развивается, расслоение происходит Естественно, общество выросло Это моя точка зрения, что общество выросло И поэтому нужно уже менять правила игры А теперь по поводу вашего конкретного вопроса Предположительно, как говорит счетная палата Каждый шестой регион у нас убыточный И долг перед госбюджетом превышает 100% Что не соответствует бюджетному кодексу И действительно необходимо наполнение бюджета регионов Поскольку налог с физических лиц впрямую идет в бюджет регионов Прямой налог И он остается, то есть в отличие от, например, налога на прибыль Который разделяется по разным уровням То по отдельным расчетам Есть предположение, что при грамотно выстроенной налоговой шкале Мы добьемся Ну там есть кривая лоссара Я сейчас не хочу уходить Что мы можем и переезжать Что люди идут действительно в тень Ну просто при нормальном расчетах Есть предположение, что на 20% вырастет доходная часть региональных бюджетов Вера Анатольевна Вообще прогрессивная шкала существует во всех странах Которые мы до недавнего времени называли развитыми Из которых брали пример во всем, кроме этого Но на сегодняшний день инициативу о прогрессивной шкале Фактически поддерживают и проталкивают и пробивают только коммунисты КПРФ Вот мы, я надеюсь, и дальше будем с этой инициативой выступать И какие аргументы мы выдвигаем перед правительством? Безусловно Сегодня развитые страны имеют такие ставки налогов И отставать нам, считая себя великой страной, нельзя Но, к сожалению, наше правительство сегодня придерживается другой точки зрения Наша фракция неоднократно вносила изменения в кодексы Для того, чтобы вот эту ситуацию застолбить Ввести все-таки прогрессивный налог Мы разработали даже конкретные цифры, конкретные ставки И предложили правительству Значит, самое главное, что было нам нельзя затронуть Как вы говорите, чтобы не ушли в тень Это прежде всего налоги Это же не я говорю Да, ну, коллеги говорят Это средний класс Это те люди, которые, собственно-то, и являются базовыми налогоплательщиками Вот это затронуть было нельзя Мы это и не затронули, по сути дела Мы увеличили ставку налога до 35% Тем, кто получает заработную плату свыше 400 тысяч рублей Но так как мы вносили и ситуация несколько поменялась То сейчас в связи с последними инфляционными процессами Может быть, надо бы пересмотреть, конечно У нас самый низший порог, так скажем, цифровой Это 20 тысяч рублей Вот те люди, которые получают заработную плату ниже 20 тысяч рублей Значит, те люди не облагаются налогом А вот все остальные дальше пошли Раз это прогрессивный налог, то значит по ступенькам От 20 тысяч до 50 тысяч, предположим, налог 13% От 50 тысяч до 200 тысяч налог увеличивается И вот свыше 400 тысяч уже 35% Собственно, это мы не изобретали велосипед здесь Дело в том, что эта система прекрасно работает в других странах Ну, кстати, достаточно либеральная система, если сравнивать с Европой Безусловно Поэтому, естественно, мы стараемся и будем впредь продвигать эту тему Тем более, что это наша программа Программа КПРФ У нас есть замечательная программа 10 шагов в достойное будущее И вот один из этих шагов Как раз введение прогрессивного подоходного налога Безусловно, мы будем приводить нашему правительству Веские аргументы Начиная с того, что сегодня ситуация крайне сложная Складывается в регионах Сегодня регионы закредитованы Я вот посмотрела по своим регионам, по сибирским Вы знаете, ну, примерно на треть растут коммерческие кредиты в регионах Увеличивается государственный внутренний долг Значит, и уже действительно мы по данным счетной палаты Видим, как тонут в долгах регионы То есть появились новые аргументы, новые обстоятельства Конечно, конечно Сейчас вот это и есть самое главное обстоятельство Почему сегодня федеральный центр сам по себе, а регионы сами по себе Еще вот, что хотел спросить, уточнить просто Почему вы говорите только о зарплате? Вот мы говорили о доходах на дивиденды Ведь налог называется подоходный Значит, он должен все доходы охватывать По дивидендам скажу, мы последние принимали законы последние по дивидендам 9% значит, по дивидендам госкорпорации Значит, мы выровняли не 9%, а 13% То есть сделали так же, как и у всех Но не 13% надо было Не 13% надо было, понятно Поэтому, естественно, надо смотреть все Мы смотрели заработную плату Мы смотрели налог на имущество Надо смотреть, нужно смотреть налоги Надо смотреть дивиденды То есть надо смотреть весь комплекс Всю совокупность доходов Всю совокупность доходов, которые сегодня имеет человек Никита Иванович, ну а мировой опыт какой здесь? Ведь действительно все развитые страны Ну нет ни одной развитой страны, современной страны Или, как недавно говорили, цивилизованной страны Где была бы плоская шкала подоходного налога? Знаете, здесь подкивать на мировой опыт надо аккуратно Потому что, давайте сказать, что просто налоговые системы Они формируются десятилетиями А у некоторых и по 100, и по 200 лет Поэтому так сложилось У нас налоговая система современная Ей, дай бог, вот 17-й год пошел Уже 90-е годы давайте уберем Это было непонятно что А настоящая налоговая система, финансовая система Российской Федерации сложилась где-то вот На рубеже 99-го, 2000-го годов Когда пошла вот эта первая, так сказать, серьезная налоговая реформа Поэтому здесь вот, у нас вот так вот Я еще вернусь, скажу, что здесь не все так, так сказать, однозначно И что касается общемировой опыт Ну, понимаете, да, налоги Вот две тенденции, которые сейчас совершенно четко ясны Они последние 3-4 года вот идут по нарастающей Во-первых, там, где есть возможность снижать максимальные ставки по доходу в налог Во-первых, потому что, в том числе, абсолютно правы Страдает средний класс Средний класс в мире начинает потихонечку съеживаться в развитых странах И не случайно сейчас в Давосе Кристин Лагард, глава МВФ, сказала уже о кризисе среднего класса в развитых экономиках Все это замечательно, но, тем не менее, тенденции есть И второе Все стараются как можно меньше брать с труда Вот снижение налогового времени на труд Это общая доминирующая тенденция, по крайней мере, в развитых экономиках Что у нас получается? Вот давайте смотреть в правде в глаза Значит, сколько у нас граждан получают зарплату в конверты? Ну, сейчас значительно меньше 23% Это серые зарплаты Это 50% так, 50% так Ну, вот так, где явно примерно половина заработной платы конвертная 10% граждан Российской Федерации получают зарплаты по черным схемам То есть, треть, грубо говоря, бежит от подоходного налога В той или иной мере Первый вопрос, так сказать, к законодателям А просчитано ли, вот если эти ставки начнут сдуваться Сколько еще забежит в эту тень? Ответа пока нет Ну, дай бог будет Второе Система складывалась как? Плоская шкала здесь, прогрессивная, по страховым взносам Близнецы братья Если вы сделаете здесь прогрессивную ставку Будьте любезны, сделайте страховые взносы Сделайте страховые взносы плоскими Ну, почему бы? Иначе работодатель не выдержит А если вы делаете плоскую здесь Следующий вопрос А как у вас будут формироваться бюджеты Пенсионного фонда, фонда обязательного Медицинского страхования, фонда социального страхования И так далее и тому подобное Нет ответа Может быть, просто никто эти ответы особенно не ищет Андрей Извините, если мы говорим Хотим ответить Нашим гражданам Нашим вообще соотечественникам Пожалуйста, как угодно назовите О том, что нужно или не нужно Я вот не могу сказать, надо или не надо Потому что у меня огромное количество вопросов А я честный ответ не могу дать без этих знаний Понимаете? А те, кто собираются проталкивать инициативу Те мне говорят Ну нет, мы это потом Давайте примем закон А потом мы посчитаем Андрей Алексеевич, ну, во-первых Как бы вы могли прокомментировать Может быть, вы и правы А во-вторых, у меня Вот какой к вам вопрос будет Есть такое мнение, очень простое И оно абсолютно политическое, а не экономическое Что класс богатых, он более сплочен Класс бедных более разрознен Поэтому те, кто задает музыку в государстве Государство – это же орудие классовых интересов Они просто не позволяют перейти К прогрессивной шкале налогообложения Потому что им это невыгодно Ну, вы знаете Как-то у меня плохо С общением среди миллиардеров Звонят редко, не заходят Поэтому, что там А у них на лице все написано Да, что думают про себя богатые Я не знаю Я вам просто хочу, опять же Тут вы очень любите на историю ссылаться Когда Рузвельц смог принять Прогрессивное налогообложение Когда в города США На улицу вышли рабочие Запасся корочками членов стрелкового клуба А член стрелкового клуба Мог с оружием и с патронами Выйти на прогулку Вот они все вместе собрались на прогулку Построились в ряды Прошли по городам По палачах это было Вот это очень здорово помогло Теперь давайте не будем выкидывать слова из песни А прогресс вводил в Германию Адольф Алоизович Теперь, значит, плоская шкала НДФЛ А шкала страховых взносов Она сначала плоская, а потом регрессивная 30 тысяч, ну там по разным фондам Разные предельные уровни Там где-то 600 тысяч, где-то 800 тысяч Для пенсионки постоянно повышается А потом 15,1 Вот Все совершенно правильно сказано Если делать прогресс по НДФЛ То по мировому опыту Обрываются страховые взносы А вот И вот насколько падают страховые взносы Настолько поднимается НДФЛ А какой-то общий баланс изменяется очень мало Ну то есть сумма, общая сумма фискальных платежей А в чем тогда проблема? А проблема заключается следующим Что за страховые взносы Поскольку платит работодатель Не надо подавать налоговую декларацию А будет НДФЛ Вот все, кто попадет на прогресс Они должны будут подать декларацию И дело заключается не в том, что денег им жалко Боятся они общения с этими приятными дамами Которые сидят в ФНС И я думаю, что правильно делают Что боятся Я пообщался, мне не понравилось А вот теперь И вы знаете, слонов едят по кусочкам И начинают с самых лакомых Например, с хобота Или с копыта Так вот Господа, товарищи И прихнувшие к ним люди Все-таки надо начинать с самого простого Вот самое простое Это прогрессивное налогообложение НДФЛ Для дивидендов А уж проще простого Прогрессивное налогообложение Наследства А что касается того, что бедных освободят От НДФЛ Ну, ребят, ну это подачки Которые ничего не решают Это не решит проблему Совершенно верно Зато вы правы Когда вы сказали о том, что масса регионов Столкнется с большими трудностями Они бедные, типа Коми Либо Ингушетия И освободившие от НДФЛ Тех, кто хотя бы получает меньше прожиточного минимума Они потеряют достаточно большие А что касается государства Так оно повышает и повышает налоги Вот я только что анализировал бюджеты архитических регионов И с удивлением обнаружил, что тихой САБы Это самая доля в налогообложении прибыли Федерального бюджета Поднялась в полтора раза С двух до трех процентов А там делаются колоссальные деньги Например, бюджет Ненецкого автономного округа Получает по налогу от прибыли Всего лишь одну треть того, что там производится Причем от иностранцев он получает чуть больше, чем от наших Потому что у иностранцев 36,5 Я не помню точно там ставку по СРП А у нас же, как у всех, 20 Ну это налоги, я бы сказал Для общественного сознания опосредованы А с подоходным налогом сталкивается любой Абсолютно любой человек Я одну вещь не сказал, но она очень важна Давайте, вкратце Прогрессивный НДФЛ И прогрессивный НДФЛ на доход от капитала Всегда используются для финансирования социальной политики Понимаете? Не для того, чтобы затыкать бюджетные дыры регионов там Или федерации Или вести гонку вооружений Это налог на то, чтобы осуществлять социальную политику Нет социальной политики, тогда и нет оснований вводить НДФЛ Юрий Николаевич, ну говоря о подоходном налоге Нельзя никак обойти темы политические Темы социальной справедливости Вот мне не совсем понятно Богатые, это не просто доходы Богатые, это собственность, которую надо охранять Это инфраструктура, которую тоже надо охранять и содержать Они на содержание, с точки зрения государства Своего богатства требуют гораздо больше денег Почему же они тогда платят те же самые деньги Вот в относительном выражении Они должны платить больше, и это справедливо То есть, насколько справедлива плоская шкала налогообложения Да, вопрос я понял Но я хотел бы начать с другого конца В целом, налогообложение на наших граждан, если взять физических лиц Составляет в целом, через систему налога на добавленную стоимость То есть, через товары и так далее 46% А в Европе 32%, например То есть, мы обсуждаем вот такой кусочек Я просто повторяю Нет, никто не призывает увеличивать налоговую нагрузку Даже наоборот Теперь отвечаю на вопрос Это всегда было таким правилом Если вы говорите про справедливость, то, в общем, ее нет Я сообщу, так сказать, всем, что справедливость К ней надо стремиться Надо стремиться Мы живем как раз в год столетия Октябрьской революции Кивасаки написано куча книжек у него Что если вы богатый, формируете активы И у вас будет как раз, вы будете уходить от налогов прямую И для вас все будет дешевле Поэтому это заложено в самой природе бизнеса Что если вы начинаете Ну, я не буду сейчас приводить конкретные примеры Но только одну такую историю, как называется Что вы У нас в стране считается активами квартиры Покупка недвижимости Это вот суперактивы А в капиталистическом обществе Это не актив Он не работает Он не приносит вам дохода Наоборот, он является неким таким грузом в вашем бизнесе Поэтому все берется в аренду Если вы все берете в аренду и оформляете через лизинг Еще через какие-то инструменты Вы вообще можете не платить Вы сейчас говорили про инфраструктуру и так далее Инфраструктура вообще Обслуживание структуры загоняет себе стоимость И она вообще освобождается от налога, от прибыли Если вы показываете, что это расходы по определенным договорам И это, я бы сказал так Вы сказали, что вот богатые объединяются Бедные там разобщены Дело не только в том, они объединены или нет Дело в том, что капиталистические государства Формируют такую систему Законов, которые неизбежно играют на руку у капиталистов У нас, к сожалению, рабочие не только не объединены Но, например, я про банковский сектор говорю Если вы являетесь членом профсоюза, вы завтра уже не работаете То есть даже инструменты в самих структурах построены так Чтобы вам не дать объединиться Поэтому, конечно, нужно бороться за справедливость И так далее К ней нужно стремиться Но тут уже говорили до меня Что вообще-то есть социальное государство Которое провозглашается в Конституции И в основных законах И есть реальные законы Которые либо принимаются совершенно... Скажите прямо, противоречит Конституцию? Противоречит Конституцию, да Кстати, во многих европейских конституциях Не написано, что это социальное государство А прогрессивная шкала там налицо Зато там подписаны европейские социальные карты Европейский социальный кодекс И Конвенция МОД номер 102 Которая совершенно четко нормирует расходы на социальное обеспечение Которые не потянуть без прогрессивной шкалы Но вообще, кстати, Всемирная декларация прав человека Там есть большой блок социальных прав Которые у нас сейчас в России совершенно не исполняются Юрий Николаевич, мы вас перебили Я просто хотел добавить такой яркий пример В Швейцарии сейчас Принят уже закон Такой, что все граждане Работающие Должны получать определенные минимумы Не как у нас 7200 А совершенно прилично Безусловный базовый доход Проголосовали против в Швейцарии Но зато готова за проголосовать Финляндия Может быть И Италия Испания просто требует Там есть, наверное, свои минусы Это не просто, видимо, раздача денег населения Да, просто так платить Да, наверное, не просто так Я хотел еще добавить конструктивную вещь Посмотрите, уже говорили много слов в адрес правительства Но у меня такое впечатление, что там сидят не экономисты, а бухгалтера Что не разрабатываются ценные концепции Все чего-то ждут, что за них кто-то чего-то придумает И более того, все называют какую-то эфическую дату 18-й год, после которого все как раз изменится А что изменится? Вы проработали, что нужно менять? Вот идут какие-то вырванные кусочки Отсутствует цельная концепция И мы хотим получить выход из рецессии Правильно, Юрий Из рецессии Изменилась цифра на банковских счетах И не обязательно эти банковские счета находятся у нас на территории Вот именно Вера Анатольевна, у меня к вам вопрос один все-таки социальный, один технический Есть ли какие-то другие способы обеспечить социальную справедливость без увеличения подоходного налога? И второй способ технический, но вы поймете, почему я вам именно его задаю Часто приводится аргумент, на мой взгляд, вот в 21 веке смешной Нам тяжело будет считать Вот столетиями на счетах не тяжело было считать и взыскивать такой налог А теперь в компьютерный век будет тяжело Вот насколько это актуально? Ну, первое, значит, на первый ваш вопрос отвечаю Безусловно, сегодня есть ресурсы, которые бы позволили наполнить бюджет И самый первый ресурс это наше Куда бы, как бы мы ни говорили, что бы мы ни делали Но мы сегодня сидим на нефтяной трубе Или игле, как тут правильнее сказать Поэтому перераспределение доходов от реализации природных ресурсов Вот здесь заложен существенный ресурс для того, чтобы можно было Все-таки наше государство подвинуть к тому великому назначению Которое называется социальное государство Вот это первое То есть мы, наша фракция сегодня настойчиво добивается решения проблемы Национализации наших природных минерально-сырьевых ресурсов Ну, это, наверное, труднее добиться, чем прогрессивные шкалы Однако, мы эту тему постоянно ведем Мы постоянно с этой темой работаем Второе, ну, теперь более, так скажем, не столь глобальные проблемы Например, НДС Вообще этот налог очень странный и очень интересный Его, по сути дела, нигде нет, этого налога То есть человек любой приходит, заплатив 13% подоходного налога Заплатив все налоги, значит, в соцстрах и другие фонды И приходит, значит, в магазин и платит еще раз 18% вот этого НДС Налог на добавленную стоимость Вот здесь тоже, причем нефтяная отрасль, значит, получает возврат НДС Это колоссальные деньги И здесь можно найти вот все эти ресурсы для того, чтобы обеспечить решение социальных проблем Хотя, наверное, у них добавленная стоимость наибольшая Да, конечно Еще момент Сегодня мы не можем разрулить Вот где нужно прикладывать-то усилия Мы никак не можем разрулить все таможенные проблемы наши А это тоже колоссальный источник для того, чтобы Мы посчитали вообще вот так, в круговой просто посчитали Примерно 2,5 триллиона рублей Просто вылетает в трубу через таможенное наше законодательство Несовершенное совершенно Вот, поэтому вот здесь тоже можно найти средства для того, чтобы пополнить нашу казну У нас сегодня, в принципе, что происходит? Полномочия в регионы направлены, потоком идут полномочия Вот я смотрела с 11, там, несколько лет назад До 117 полномочий А не все обеспечены у нас финансируем? Конечно, нет И понимаете, главное, как наше правительство пытается решить проблему Заставить регион выполнять социальные обязательства Окриком Но мы же понимаем, что сколько ногой не топай и кулаком не стучи Денег от этого в региональных бюджетах не прибавится Поэтому мы и говорим о прогрессивной шкале налогов Поэтому мы и стараемся все вот эти возможные ресурсы, которые сегодня есть у нас Например, монополия, могу добавить Значит, монополия, государственная монополия на алкогольную продукцию Очевидная мера совершенно, назревшая Очевидная мера, она везде есть Почему здесь игнорируем мы эту меру? Поэтому вот эти вот все моменты, которые можно правительству нашему использовать Но, к сожалению, сколько бы мы ни говорили Вот как в стену бьемся, как в стену К сожалению, правительство, я согласна с коллегами Они ждут, что придет добрый дядя и разрулит всю эту ситуацию Они дождутся революционного матроса Потому что сегодня ситуация патовая абсолютно Особенно в восточных регионах Никита Иванович, ну а вы какие видите меры За исключением подоходного налога Как можно оптимизировать нашу систему И восстановить социальную справедливость Давайте я просто привяжусь к дословной цитате То, что НДФЛ собирается для того, чтобы тратить на цели, задачи социальной политики Если посмотреть структуру нашего бюджета Социальные расходы все Соцзащиты я уже говорил сколько А если все социальные расходы, то это порядка почти 50% Вопросы к эффективности этих расходов остаются Остаются Из года в год Прогресс маленький Целевого адресного доведения средств до действительно нуждающихся практически нет Поэтому, на мой взгляд, прежде чем упражняться по поводу НДФЛ Давайте все-таки озаботимся вот с этой проблемой Она более крупная, более серьезная Потому что это действительно другая социальная политика И может быть действительно тогда мы начнем отвечать нормам Конституции по социальному бюджету Я прошу прощения, что перебиваю Никита Иванович, но не кажется ли вам, что обеспечить адресность Это еще труднее, чем обеспечить собираемость? Ну так это тот же самый вопрос Вы тут вот несколько высмеиваете их Как же так посчитать не могут? А вот они не могут посчитать адресность Вот точно так же Понимаете, это же абсолютно зеркальные вещи Что вы налог правильно собираете Что вы адресную субсидию доводите Это общая задача Так нет ни того и ни другого Но если это не умеют и делать не будут Где гарантия, что они начнут правильно прогрессию просчитывать? Никакой гарантии нет Поэтому я, опять-таки скажу, ни за, ни против Вот у меня такая позиция Ни друг и ни враг, а так Давайте считать Но я вижу ресурсы, резерв Вот повышение эффективности социальных расходов и их адресности Второе По 2014 году, прошу прощения Объемы льгот Объемы льгот 2,6 триллиона рублей Выпавшие Из доходной базы бюджета У нас, между прочим, очень любопытная картина Если график такой выстроить Количество льгот от года растет А темпы экономического роста падают А обоснованность этих льгот Весьма сомнительная Вот вопрос заключается в том, что на федеральном уровне льготы еще как-то считаются Сколько там, где, кто, как На региональном и муниципальном вообще счета нет в Минфине Вот ответственно заявляю, нет там счета Какие льготы, где и как применяются И поэтому вот это все льготное хозяйство У нас в таком безалаберном состоянии находится Что мы не знаем, а эффективно это или неэффективно Кроме льгот, что еще можно предложить? Вы знаете, это уже достаточно Потому что это у вас годовая экономия Если на соцрасходах на адресности и здесь То у вас получается порядка, по моим расчетам Порядка 7-8 триллионов рублей Вы эффективно используете Направляете действительно на то, что нужно Понятно Я хотел бы познакомить вас с результатами голосования Которые мы провели на нашем сайте Главная задача прогрессивного налогообложения Это наполнение государственного бюджета 9% Стимулирование экономического роста 2% Обеспечение социальной справедливости 17% И все вышеперечисленное 72% Андрей Алексеевич, как бы вы могли прокомментировать эти результаты Я тоже проголосовал за последний пункт То есть за некий комплексный подход Ну понимаете, штука заключается в том, что есть базовая ставка Самая распространенная в прогрессивном НДФЛ И есть надбавки К НДФЛ в связи с тем, что высокие доходы Так вот, наполнение государственного бюджета Стимулирование экономического роста Это базовая ставка А вот прогресс, избыток Который, как вот совершенно верно сказано Считать, считать и считать И две стороны одного медали Это сколько мы будем собирать И как мы будем тратить Потому что если мы тратим бесполезно То и зачем трудаться-то собирать Вот это идет на социальную политику Расходы – это тема целой программы А вот, теперь Вы задали интереснейший вопрос Вам надо отдать должное Можно ли каким-то другим способом? Можно Я даже вам могу сказать, кто это уже придумал Вы этого человека знаете Не в лицо, правда Лев Давидович Троцкий Вот Но только для этого надо выйти из ВТО И свободно устанавливать возные пошлины А дальше все просто На возимые устанавливаются Высокие таможенные пошлины Можно это даже подкрепить монополию На внешнюю торговлю В части импорта Вот И стимулируется экспорт С тем, чтобы в стране была валюта И импорт лился высоким потоком Юрий Николаевич А как бы Вы могли прокомментировать? Троцкого или вот эти цифры? Все вместе и цифры, конечно Троцкого Ну можно и Троцкого прокомментировать Ну понятно, что в наше время Мы монополию на внешнюю торговлю ввести не можем Поэтому эта мера не обсуждается Если вот по поводу цифр Я хочу сделать одно замечание Мне очень понравилась чья-то цитата О том, что по поводу социальной справедливости Установить для всех нижнюю планку налога 15% А для считаемых богатых сделать 25 и 35 Тогда будет вообще все хорошо Не будет социального взрыва Потому что увеличение даже налога для бедных Богатым-то еще хуже Но это по поводу социальной справедливости Нам бы их проблемы Выколю себе глаз Пускай моя теща взять Дорогие друзья Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу Я задам всем один и тот же вопрос И просьба отвечать совсем коротко Юрий Николаевич, вы за или против прогрессивной шкалы? Я за Прямо двух слов, почему? Я считаю, что все-таки социальная справедливость По крайней мере, внешне будет соблюдена Во-первых Во-вторых, все зависит от той шкалы, которая будет установлена Андрей Алексеевич Слона надо есть по кусочкам Надо начинать с налога на наследство Потом установление прогресса На доходы получен на долевую часть собственности И только лишь потом Посчитавших хорошо Можно говорить о бенефеле на трудовые доходы И при этом надо разобраться со шкалой страховых взносов Никита Иванович Знаете, я пользуясь парламентской практикой Воздерживаюсь от четкого прояснения своей позиции Потому что я думаю, что все, что я сегодня сказал Все уже поняли, что я имею в виду У меня слишком много вопросов, чтобы сказать за И слишком много ощущений Вот того, что эта проблема Социально значимая, чувствительная и острая С другой Поэтому вот этот баланс заставляет меня пока Раздержаться И дальше спокойно все это исследовать Но достаточно быстро Ира Анатольевна Безусловно, я только за Во-первых, потому что это справедливо А во-вторых, потому что это экономически оправдано А в-третьих, потому что это социально необходимо Обязательно нужно вводить шкалу прогрессивности Я бы даже, наверное, выделил И вот главное из нашей программы Прежде всего, это все-таки справедливо А нашу жизнь должна определять справедливость С вами была программа «Точка зрения» Я и ведущий Дмитрий Аграновский До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова